Программу продолжит симулятор танк М1 Адамс. Адамс? Абрамс. Одну из миссий вам предстоит выполнять в независимой Украине. По замыслу создателей игры, Украина вскоре вступит в НАТО, и на неё тут же нападут российские войска. Вот тут-то и пригодятся Абрамсы. В ходе миссии вы будете защищать город Киев, столицу Киевской Руси, от русских оккупантов. А игра-то с пропагандистским наклоном, Для того, чтобы в полной мере насладиться Абрамсом, вам потребуется пентиум и 16 мегабайт оперативной памяти. До встречи в Киеве, товарищи! У нас в гостях руководитель службы новостей немецкого информационного агентства Deutsche Presse Agentur Мартин Романчик. Кстати говоря, Мартин точно не понаслышке знает о нашей стране, потому что в 90-х работал собственным корреспондентом ДПА в Москве. Пожалуйста, господин Романчик, ваш вопрос. Добрый вечер, господин президент, добрый вечер всем. Шольц, канцлер, согласился на то, чтобы подставлять вооружение на Украину. Скажите, пожалуйста, если Шольц изменить свое мнение, как вы это оцените, и как вы думаете, что ждет Германия, и как-то вы предупреждали, предостерегали или угрожали, может быть, господину канцлеру, когда он принял решение поставлять вооружение Украине? Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон. У нас есть своя позиция по тем или другим вопросам. Мы знаем позицию европейских государств, в том числе и позицию Федеративной Республики по поводу событий, которые происходят на Украине. Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине, антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны. Но разве Россия виновата в этом госперевороте? Нет. А разве забыли те, кто сегодня пытается обвинять Россию, что министры иностранных дел Польши, Германии и Франции приехали в Киев и поставили свои подписи под документом о урегулировании внутриполитического кризиса как гаранты того, что кризис должен быть завершён мирным и конституционным путём. Этого в Европе, в том числе и в Германии, предпочитают не вспоминать. А если вспомнить, то встает вопрос, почему же тогда руководство Федеративной Республики, так же, как и другие, подписанно этот документ, не потребовали от тех людей на Украине, которые совершили госпереворот, вернуться в правовое конституционное поле? Почему же они пренебрегли своими обязательствами как гарантов договорённости между оппозицией и действовавшей тогда властью? Вот они и виноваты в том, что случилось, наравне с теми силами в Соединённых Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путём. Разве не известно, что за этим последовало? Последовало решение жителей Крыма выйти из состава Украина. Последовало решение жителей Донбасса не подчиняться тем, которые совершили госпереворот в Киеве. Вот начало этого конфликта. А потом Россия предприняла все усилия для того, чтобы найти формулу урегулирования мирными средствами. В 2015 году в Минске подписали так называемые Минские соглашения, которые, кстати говоря, были конституированы решением Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Это документ, который надо было бы исполнять. Нет. Решили эту проблему закрыть вооружённым путём. Началось применение артиллерии, танков, авиации против мирных граждан Юго-Востока Украины. Почему-то об этом ни в Германии, ни в других европейских странах, ни в США никто, повторяю, никто не хочет вспоминать. Ладно, мы способствовали подписанию Минских соглашений, но их, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И бывший канцлер ФРГ, бывший президент Франции публично об этом заявили. Уважаемый господин Романчик, как это понимать? Они же сказали публично, что не собирались выполнять Минских соглашений, а только подписали их для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто водили за нос. Разве не так, как по-другому можно объяснить то, что происходило? В восемь лет мы старались добиться этого решения, решения этой проблемы мирным путем. В восемь лет! Мне когда-то бывший канцлер сказал, вот знаешь, вот в Косово, да, действовали мы тогда, НАТО действовало без решения Совета безопасности, но там же восемь лет проливалась кровь в Косово, а здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе, это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел, не думает, не замечает этого, никто не хотел. В конце концов, мы вынуждены были сделать что? Когда на Украине действовавшие тогда власти заявили, что не нравится ни один пункт в Минских соглашениях, а министр национальных дел сказал, что выполнять не будем. Вы понимаете, что на этих территориях деградация началась и экономическая, и социальная. Восемь лет, я уже не говорю про убийства, постоянное убийство людей, женщин, детей и так далее. Что мы вынуждены были сделать? Мы вынуждены были признать их независимость. Мы же не признавали почти восемь лет их независимость. Все ждали, пока мы сможем договориться мирным путем и решить этот вопрос. Восемь лет, когда объявили, что никаких мирных договоренностей реализовывать никто не будет, что мы вынуждены были сделать? Мы вынуждены были предпринять попытку вооруженным путем заставить их это сделать. Но не мы начали эту войну. Война началась в 2014 году после госпереворота и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом с помощью пушек. А теперь вот для людей, которые следят за международными событиями, за международным правом. Что произошло дальше? Что мы сделали? Мы не признавали восемь лет, когда поняли, что мирным соглашением в Минске не суждено быть реализованными. Что мы сделали? Я прошу внимания, пожалуйста, всех. Мы признали независимость этих самопровозглашенных республик. Мы могли это сделать или нет с точки зрения международного права? Как говорит статья первая устава ООН, могли. Это право нации на самоопределение. А международный суд ООН принял решение, оно же изложено на бумаге, что при решении вопроса о независимости и самостоятельности, если какая-то территория, какую-то страна принимает такое решение, она не обязана обращаться в вышестоящие инстанции этого государства. Всё это было сделано в связи с Косово. Но есть же решение международного суда ООН. Там так и написано. Если какая-то территория приняла решение о независимости, она не обязана обращаться в столицу за получением разрешения на реализацию этого права. Но если это так, а так написано в решении суда ООН, значит, эти непризнанные тогда республики Донецкая и Луганская имели право это сделать. Они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно, имели. Но как же. Мы их признали. Потом заключили с ними договор. Мы могли заключить с ними договор или нет? Да, конечно. Договор предусматривал оказание помощи этим государствам. В случае агрессии. Но Киев вёл войну против этих государств, которые мы через 8 лет признали. 8 лет мы их признали. Мы могли их признать? Могли. И затем в соответствии со статьей 51 Устава ООН мы оказывали им помощь. Вы знаете, вот чего бы здесь кто ни говорил. Ну, я и господин Гутерриш, он тоже самое рассказывал. Вот прямо эта логика. Шаг за шагом. Где здесь ошибка? Где здесь нарушение международного права? Их нет, этих нарушений. Если говорить с точки зрения международного права. Да, да, мы потом слышим ответ. А, но всё равно вы напали. Мы не напали, мы защищались. Чтоб всем было понятно. А первый шаг к войне сделали те, которые поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный. Значит, теперь по поводу поставок оружия. Поставки оружия в зону конфликта – это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьёзный и очень опасный шаг. Мы же с вами знаем, и в Федеративной Республике это не отрицают, как, уж я не знаю, как это попало в прессу, когда генералы Бундесвера обсуждают, куда и как им наносить удары. По Крымскому мосту или по каким-то другим объектам на территории России. В том числе и на той территории, в принадлежности которой к России никто не сомневается. Когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России, потому что отношение к Федеративной Республике в российском обществе всегда было очень хорошим. Ну, очень хорошим. Теперь, когда говорят, что сейчас ещё появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения. Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Мы в контакте были с Константином Шольцем, мы с ним неоднократно встречались. Я сейчас не хочу давать оценок качеству работы федерального правительства, но эти оценки даёт немецкий народ, немецкий избиратель. Скоро выборы в европейский парламент, посмотрим, что там будет происходить. И, насколько мне известно, я так, конечно, небезразлично отношусь к Германии. У меня там много друзей, которых я стараюсь не трогать, чтобы не подвергать их какой-то обструкции внутри страны, стараюсь с ними не поддерживать отношения. Но я знаю просто этих людей много лет. Я знаю, что они надёжные друзья. И таких у меня в Германии немало. Думаю, теперь вы по-другому будете относиться к предубеждениям незнакомых котов. Вижу, вы удивлены и поражены. Знаете, это ещё не всё. Ждите большего. Но, увы, не в этот раз. Мрррррррррр... Продолжение следует...